В эту пятницу решится, кто будет принимать зимние Олимпийские игры в 2022 году, Алматы или Пекин. В Куала-Лумпуре, где Международный Олимпийский комитет объявит решение, находится наш корреспондент Дамир Галеев. Он готов рассказать, на что обратил внимание глава МОК Томас Бах, выступая на пресс-конференции. Сегодня в Куала-Лумпуре за день до официального открытия 128-й сессии Международного Олимпийского комитета президент этой организации Томас Бах ответил на вопросы журналистов, ведущих мировых СМИ. Если столица Белой Олимпиады станет известна только 31 июля, то главной темой этой пресс-конференции стал ход подготовки к играм Пхенчхана, Рио-де-Жанейро и Токио. И больше всех вопросов возникает к Бразилии. Подготовка к играм в Рио-де-Жанейро идет непросто, и многие сомневаются, сможет ли справиться заявочный комитет Бразилии с поставленной задачей, и примет ли Рио-де-Жанейро вообще главные старты четырехлетия. Томас Бах успокоил журналистов. Бразилия справится с поставленной задачей и проведет Олимпийские игры на достойном уровне. Также сегодня говорили о Пхенчхане, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2018 году, и о Токио, который примет летние Олимпийские игры в 2020 году. И если к Южной Корее не возникает никаких вопросов, то вот Токио уже столкнулся с проблемой. Заявочный комитет японской столицы заявил о том, что они значительно сократили затраты на возведение Олимпийских объектов, и главным образом они отказались от возведения новых спортивных сооружений, а реконструируют старые. Томас Бах также уверен, что Токио справится с поставленной задачей. Заявочный комитет в Токио самовольно принял это решение. Организационный комитет игр пошел наперекор решению МОК и правительства Японии, сократив расходы на их проведение. Но мы уважаем это решение и ожидаем качественное строительство всех Олимпийских объектов в японской столице. Завтра казахстанская делегация проведет свою вторую пресс-конференцию, а уже вечером пройдет официальная церемония открытия 128-й сессии Международного Олимпийского комитета.